привет мои хорошие у нас такой классный денек видите какое небо два дня назад был очень сильный ветер опять отключали электричество у нас на сегодня так все тихо спокойно я в основном на улице сегодня провожу мой день соседи что-то там пилят листья опали у нас такой вид открылся здорово я вот здесь вот сижу сегодня с утра ногти накрасила буду читать чай кофе пью и хочу вам показать калибри то еще не улетели я все думала снимать мне эту поилку или нет а калибри то еще здесь иногда вдвоем прилетает муж у меня видите чем сегодня занимается сегодня у нас суббота посмотрю сейчас какой день в календаре суббота пятое сегодня число у мужа очень дорогие гитары у него несколько их питер хоу мач дэс гитар кост 10 11 тысяч долларов вот эта гитара сейчас оценивается и разница между стоимостью стоимостью и ну как бы по-русски мы говорим немножко по-другому вот американцы говорят how is it worth о how is it cost cost это когда вы покупаете новую вещь в магазине когда вы уже ей владеете то вот оценить вашу вещь то это уже называется у ворс такая небольшая разница и вот он сегодня каждый на три месяца он это делает он меняет струны потому что он играет почти каждый день на гитаре меняет струны смазывает маслом следить за своими гитарами очень-очень хорошо они вообще в идеальном состоянии и у него how much do you have how many вы гитар с три гитары у него и каждая гитара вот стоит довольно приличных денег вот про эту гитару он не рассказывал что она сделана из такого дерева это дерево больше его нет на планете вообще мдс будф рома уэр есть если андис тэнба и бразил and it's like they don't have any more this trees в общем этих деревьев больше нет это из бразилии дерево специальное такое не знаю те кто для меня это ведь я не сильно разбираюсь на те кто разбирается то эту ценность гитары их how much how many of them do you think like people have like this guitars how many of them at all in the world I don't know produce how many of them they produced I don't know this is this particular manufacturer not very many other manufacturers made more they made guitars with this wood for maybe this is very popular wood for the best guitars so maybe they made guitars like this for I don't know I don't know hundred years but now they cut all the trees and there's no more ну короче говоря вот цена этой гитары стоимость или оценка так скажем со временем только растет все меньше этих гитар остается они все-таки если неправильно человек за ними ухаживает то портятся и стоимость гитары ценность ее падает их все меньше меньше и меньше и поэтому то количество которое осталось ценность их возрастает такие вот дела and this company and the man who made this guitar he's dead so no more from this company and this is very popular guitar popular company this guy very made very very good guitars и хочу вам показать буду делать видео но жду еще остальные посылки на заказывала на амазоне видите вот этот значок улыбка такая со стрелочкой это амазон заказала кое-что покажу вам сделаю видео потом заказала вот эта американская компания вот эта компания вот этот пакет такой розово-серый-белый лилии пилы цер одежда покажу вам и жду еще остальные посылки так что сделаю видео на следующей неделе должны много всего на заказывала так себя порадовать немножко декабрь все заказывают подарки друзьям знакомым а я себя решила порадовать всякой мелочью так что покажу вам что вам еще показать у нас прекрасный солнечный денек я на улице сижу пока красила ногти белки меня развлекают конечно это называется калифорнийский земляной суслик не белка но похоже конечно они на белок такая классная погода вообще олени иногда приходят надо вот эти дрова мне перетащить в другое место это у нас вот с этого дуба давно уже упала ветка питер ее распилил или или парни нам ее распиливали я уже не помню наши лэндскейперы и короче говоря я вот поднялась снизу но там внизу все лежало я думаю что они уже высохли сухая наверно была ветка в общем вот сейчас когда топим костерчик не костерчик а этот fire place как называется по по-русски камин то я вот эти дрова потихонечку использую дом смысл так у нас тихо все спокойно питер говорит ну что поедем с тобой или нет куда-нибудь неделька у него будет такая свободная после рождества и как бы от рождества и до нового года хочешь где куда-нибудь поехать в поездку там я не знаю но только на машине не на самолете на самолете мы все-таки опасаемся вируса я стала смотреть места смотреть смотреть а потом думаю да нафиг зачем рисковать осталось тут мы уж год просидели дома никуда не ездили тут осталось подождать уже вакцина готова скоро ее расплодят в массовое производство выпустят чуть-чуть осталось подождать и все и потом можно ехать куда хочешь путешествовать и я петру гуи знаешь давай мы до дома отсидим уж до конца я боюсь заболеть если честно много конечно пофигистов кто не боится ничего и не заболевает главное а я боюсь не знаю у меня мне кажется мой организм не подсказывает что если я не дай бог заболею может я знаете не выкарабкаюсь поэтому у меня такой сильный сильный страх я к своей интуиции вообще привыкла прислушиваться и если не дай бог питер заболеет я вообще не могу представить себе ой компания встанет просто потому что он компания маленькая ключевая фигура все-таки он и без него я даже не знаю нет ник никого кто мог бы его заменить а в больном состоянии если он будет работать то он тоже не дай бог не выздоровеет лучше знаете не рисковать и немножко потерпеть ну что мои розы все еще зеленые надо воду отключить уже времени достаточно много прошло я поливала деревья ну как бы авто полив включала этот бардак надо мне разобрать я до сих пор никак по чуть-чуть разбираю разбираю так сильно никак у меня руки не доходят так будем закручивать кран и вот эту штучку опустим экран закрутим что ребятушки ничего такого в жизни скажем изменений больших у нас не происходит наслаждаемся природой погодой и в основном дома проводим время я вот читаю много английским занимаюсь здоровьем своим занимаюсь гимнастика массаж прогулки готовлю интересно иногда блюдо для мужа иногда в рестораны мы ходим все как обычно и питер работает много работает потому что сейчас работы он даже прибавилось работы но это и хорошо больше денег заработаем пытаемся заказать машину мы уже выбрали для меня машину nissan roger или nissan rogue но именно ту комплектацию которую мы хотим и цвет интерьер экстерьер все это прочее не знаю какая-то питер горит с утра сегодня пытался но там все можно заказать только через дилера вы заходите на сайт вы можете выбрать все что угодно на вас все равно перенаправляют к дилеру а у дилеров ни у кого не в лос-анджелесе не в санта-барбаре мы тут всю округу уже питер обзвонил всех нет у них таких машин и как-то они не определенно отвечают но мы не торопимся подождем немножко подождем может быть чуть чуть позже легче будет заказать у нас все готовятся рождество и вечером очень красивая уже подсветка на многих домах а мы ничего не делаем здесь знаете как в россии все-таки мне больше нравится идея что новый год люди просто встречают новый год не столько там верующих в америке все-таки наряжают когда елку украшают вот это все это все-таки знаете связано больше с религией с рождеством новый год здесь никто конечно так не отмечает и не встречает как россия и мне вот чисто идея это сама не нравится поэтому я вообще ничего не делаю да и мы знаете уже в таком возрасте мы вот посмотрим на соседей нам этого хватит заряда энергии такие дела короче чем